ДИОФПЛЕЙ ДИОФПЛЕЙ Дарова, братаны! С вами канал Дьюф Плей, меня зовут Евгений И сегодня мы продолжаем проходить пацанское лето, быдло мод, погнали! Стоит? Ну, думаю, всё-таки стоит. Чё? Меня за руку брать? Ну, хотя тут у него и стоит тебя за руку брать. Полей, стоит. Хотя есть идея получше. Семён по-джентльменски согнул руку в локте. Появилось небольшое пространство между его рукой. Он ловко протянул... просу... просу... просунул туда руку Славе. Теперь они выглядели как пара. Они пошли на площадь. Семён со Славей пришли на площадь. Там было очень много пионеров. На Семёна со Славей обратили внимание. Ольга Дмитриевна. Лена. И Ульянка. Чё все застыли? Вы просто великолепно выглядите! Благодарю. Мику включила какую-то музыку. Недалеко от диджейской установки стояла виола с акустической гитарой. Все уже остыли! Семён тихо шепнул Славя на ухо. Ты пока иди повеселись, я посижу чуток. Тебе плохо? Нет, просто хочу посидеть. Хорошо. Семён сел на лавочку и наблюдал за тем, как все веселятся. Побазаришь со мной? С самого домика Слави ждал, чтобы поговорить с тобой. А шо ж не поговорил? Ну, ты же попросил не влезать, когда не просишь. А, ну да. Так, чё ты хотел сказать? Ну и наломал же ты дров, Сёма. В смысле? Ты, Алисия, сказал одно, а делаешь другое. Со Славей так же будет. Не знаю. Славю я, походу, реально люблю. Меня к ней больше влечёт, чем к Алисе. Меня заводит характер Алисы, её дерзкая внешность. А Славя? Славя такая милая, робкая, хрупкая, как хрусталь. Боюсь её ранить. Так зачем же ты поцеловал её? Ну, не знаю. Алиса уже знает об этом. Алиса же узнает об этом, и будет плохо. Ну и чё она сделает? Она будет плохо относиться к Славе. Славя из-за тебя будет страдать. Ой, всё, иди в жопу, сам решу, шо делать. Дело твоё. Я вызову тебя тогда, когда ты мне понадобишься. Хорошо. А сейчас белый танец. А сейчас белый танец. Грандиозно объявила Мику. К Семёну подошла Славя. Потанцуем? Ну, я как-то плохо умею. Да ладно тебе, это не трудно. Ну, окей. Семён встал. Он подошёл к Славе, обхватил правой рукой талию Славе. Левой ладонью он соприкоснулся с правой рукой Славе. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Какая же она красивая. Не, ну да, конечно, Славя не чёток. Я люблю тебя. Тихо прошептал Семён. И я тебя. Так же тихо прошептала Славя. Вот я её реально люблю, слышишь? Слышу. Ещё раз говорю, Алисе всё... Алисе всё ты будешь объяснять, а не я. В курсе. Вот и молодец. А сейчас я тебя покидаю. Окей. Славя с Семёном медленно кружились. Они повторяли эти движения раз за разом. Какой же он красивый, милый, мой. Хоть всё лето отдала бы за танец с ним. Да что там лето, бесконечность отдала бы. Чтобы просто стоять и кружиться с ним в такой позе. Они протанцевали в таком положении ещё пять минут. Всем спасибо за то, что пришли. Всем спокойной ночи. Они перестали танцевать. Ну, я тогда пойду. Давай я провожу тебя. Ну, давай. Ну, ладно, ты меня тут оставь, дальше я сама дойду. Хорошо. Семён со Славей нежно поцеловались. Спасибо тебе. За что? За то, что ты есть. Ну, всегда пожалуйста. Славя улыбнулась и пошла к себе в домик. Фух, бля. Устал? Ага. А ты не представляешь, как устал я сидеть в твоей башке. Просто сидеть и наблюдать за тобой. Твоими глазами. Очень надоело. Всё бы отдал, чтобы обрести собственное тело. Увы, но тебе походу суждено провести со мной вечность. Ну, или хотя бы это лето. Надеюсь, это лето будет бесконечным. А то хоть поговорить с тобой можно. До этого я просто сидел и смотрел за тобой. Много раз пытался окликнуть тебя. Но всё безрезультатно. Неоновая жизнь удалась. Удалась? Ты же не знаешь, как всё обернётся завтра. С чего ты взял, что она удалась? Может, тебя завтра этот же автобус собьёт. Поменьше уныния. Да надоело мне тут. Просто надоело. Ладно, я понял тебя. Я пойду спать. Всего тебе наилучшего. Ага. Ольга Дмитриевна уже лежала в кровати. Семён разделся и лёг в кровать. Мля, форму-то я у Слави оставил. Ладно, хрен с ней. Семён закрыл глаза. Убей. То, что с синими. Волосами. Чё, хуль тебе опять надо? Убей. То, что с синими. Волосами. Ты чё, тупой. Никого я не буду убивать. Ничему тебя жизнь не учит, Сёма. Пионер достал нож и проткнул Семёна. Семён резко проснулся. Аааа. Он закричал в голосину. Он посмотрел на Ольгу Дмитриевну. Вроде не разбудил. Фух. Просто кошмар. День четвёртый. Хуй, а как быстро прошёл третий, а? Вставай, Семён. Ты завтрак и линейку проспал. Чё такое, бля? Уже одиннадцать утра. Вставай. Наконец-то нормально продрых. Да ща встану. Жду тебя на площади. Через двадцать минут предстоит серьёзный разговор. Форму твою я забрала у Слави, а она на моей кровати. Окей. Ольга Дмитриевна ушла. Семён нехотя встал с кровати. Здарова, сопля. Что? Да ты вчера разревелся. Отстань. И прекрати разговаривать на своём жаргоне. Корректируй свою речь. Я так подумал. Да иди ты в жопу. Буду говорить так, как посчитаю нужным. Хорошо, только помощи потом у меня не проси. Да базару нет. Я заебался, как неженка себе вести. Хочу дать свободу настоящему себе. Всё-всё. Я тебя услышал. Куда там мне идти, сказали. Сходи умойся сначала. Потом иди, куда уже хочешь. Да ну его. С вонючей пастью пойду. Ты серьёзно? Нет, конечно. Успокойся. Семён взял в тумбочке умывальные принадлежности и отправился к ним. Семён быстро дошёл до умывальников. Как вдруг он увидел вдалеке Славю. Ух, как она красиво. Классно выглядит. Привет. Закричал Семён. Славя робко подошла к Семёну с недовольным лицом. Привет. Робко начала Славя. Потрясно выглядишь. Семён схватил правой рукой Славю за талию, но она ловко извернулась. Эээ, ты чего? Слушай, мне надо завершить тренировку. Я побегу? Ну, да, конечно. Славя очень резко развернулась и побежала куда-то. Куда она так? От тебя подальше. Да заткнись ты, я просто думаю про себя. А я слышу всё то, о чём ты думаешь. Говорю же, отъебись. Окей, но только ты опазд... опаздываешь. А, точно, умыться. Семён подошёл к одному из умывальников и включил воду. Ай, холодно, блядь. Семён без всяких промедлений умылся и направился в свой домик. Семён быстро занёс умывальные принадлежности и вышел из домика. Шо она вела себя так странно? Кто именно? А кто, по-твоему, это может быть? Вожатая или Славя? Я прославил. Погодь, а вожатой чё странного? Слишком агрессивно она себя вела. Семён шёл на площадь, разговаривая в мыслях со своим голосом. Ну я же проспал. Она себе... Она себя и должна так вести. Чересчёр подозрительно, как по мне. Ну я не знаю, я ничего странного не заметил. Дело твоё. Что вчера тебе пионеры... Что вчера тебе пионер имел в виду? Блядь, что... Ты о чём именно? Он много о чём говорил. Убей то, что с синими волосами. И Семёна резко бросила в дрожь. Твою ж мать, я и забыл. А ты откуда знаешь? Я вижу всё, что видишь ты. Я в состоянии твоими снами управлять. И видеть их тем более. Так это ты такой сон подстроил? Нет, я имел в виду, что я могу тобой управлять в твоих снах. Могу получить... получить контроль над телом. А, понял. Так что думаешь, про кого он говорил? Мику. Не думаю, у неё голубые волосы. Элена. У неё фиолетовая. Ну, я не знаю, Виола. У неё вообще чёрные волосы. А разве не синие? Я явно запоминаю лучше тебя. Схуя ли? Ну, мне в твоём деле просто нечего делать, кроме как смотреть и давать различные советы. Одному из них ты уже последовал. Какому же? Ты стал меньше материться и вести себя как бедло. Ну, хоза. По факту вообще никто и не понятно, как оказался в моей голове. Или не в голове. С малых лет наблюдал твоими глазами. Всё бы отдал, чтобы хоть на день получить контроль над твоим телом. И шо бы ты сделала? Не знаю. Познакомился бы с какой-нибудь девушкой. Тх, тоже мне альфач. Я ни разу этого не делал, в отличие от тебя. Завидуешь? Чему? Шо у меня есть тело, а у тебя нету. Я вскоре поч... Я скорее сочувствую тебе, нежели завидую. Почему это? Потому что такой, как я, достоин иметь тело, а не ты. Зато вчера чуть не разнелся. Извини за это, просто на эмоциях. Которых у тебя нету. Ну, ты понял, в общем. Да. Семён начал подходить к площади. На площади Семёна ждала целая делегация. Хуя? Оу, а чё вас так много? Электроник стоял позади Лены, выкрикнул. Говори он... Говори, где он, тварь. Ольга Дмитриевна не сказала ни слова. Он меня тварью назвал, а выжатая просто так стоит. Я тоже удивлён. Чё? Ты как базаришь? Быстро сказал мне он... Мне где он? Кто он? То есть ты не знаешь, где он? Да кто он-то? Шурик пропал. И чё? Я тут при чём? Ты нас мутузишь с того дня, как приехал сюда. И? Мне теперь похищать его надо? В смысле похищать? Ну, если вы меня обвиняете в его пропаже, это похищение. Ух, как ты заговорил. Заткни ебало. Всё, молчу. Чё вы ко мне прицепились? Не трогал я вашего Шуру. Ах ты. Электроник уж было пошёл в сторону Семёна, но вожатая его остановила. Ольга Дмитриевна прекрасно понимала электроника. Она понимала, что он переживает за друга. А что у тебя скальпель в кармане делает? Какой скальпель? Славя сказала, что у тебя в кармане кровавый скальпель. Вы уверены, что мне стоит сказать, что это за скальпель? Говори. Уверена? Да говори уже. Сами напросились. Это скальпель, которым меня пытала Виола. Семён расстегнул рубашку и показал порезанное груди и спине. И на щеке ещё немного. Девочки сразу отошли на пару метров. Электроник и Ольга Дмитриевна стояли непреклонно. Ольга Дмитриевна просто сильно удивилась. А я предупреждал ведь. А вы не думали о том, чтобы рассказать, как вы с Виолой пытали меня? Я тебя не пытала. Ольга Дмитриевна сразу сделала серьёзное лицо. Шо значит вы меня не пытали? Пытала тебя Виола, а не я. Даже электроник удивился. Ай-яй-яй, Ольга Дмитриевна. Ольга Дмитриевна переглянулась со всеми. Все на неё смотрели как на зверя. И мы сейчас не об этом. А насчёт Шурика. Может быть, пошутить над ними? В смысле? Ну, сказать, что я Шуру угнал. Ты совсем? Они тебя ведь сразу сдадут в милицию. Да ладно тебя. Не вздумай, слышишь? Скажи им правду и всё. Ладно, пусть будет правда. Да не трогал я вашего Шурика. Когда бы я успел его похитить, если я всю ночь в доме вожатой провёл? Он ведь ночевал ночью? Ну, да. И в чём тогда проблема? Эм, ну... Когда он пропал? Ну, когда был рассвет, он ещё в домике был. Я проснулся тогда, а он лежал, спал. Когда уже утром проснулся, его не было. И завтрак он обычно не пропускает. Окей. Ольга Дмитриевна, вы меня утром видели в кровати? Ну, да. Девочки мигом успокоились. Подозрения с меня сняты, я так понимаю. Устроили мне тут нервотрёпку. Ну, в принципе, ты свободен, а люби у тебя железное. Душевно благодарю. А теперь я пойду поем. Обед ещё не скоро. Ну, ладно, тогда пойду прогуляюсь. Семён быстро ушёл от них и пришёл к медпункту. Зачем сюда пришёл? Честно, не знаю. Как-то машинально. Душевел или излить? Да нет. Тогда или нет? Нет. Просто поговорить. Ну, ладно. Семён просто стоял у двери какое-то время. Почему так долго стоишь? Да вот войти не решаюсь. Просто взял ручку и потянул на себя. И сделал пару шагов в сторону двери. Чего трудного? По непонятной причине Семён волновался. Шутцыкотно. Чего ты боишься? Понятия не имею. Просто страхово. Заходи и всё. Семён вдохнул в полные лёгкие. И выдохнул. Ну, погнали чё. Семён зашёл в медпункт. Там он никого не обнаружил. Эм. И где она? Мне по чём знать. Я там разваловался, видите ли. А её вовсе нету. Круто. Не прибедняйся. Да я и не прибедняюсь. Просто. Просто крик душе. Вернее, мысли душе. Верно? Ну, да. Мысли душе. Пойду поищу её. А оно тебе надо? В смысле? Ну, ты ведь был весь на нервах перед тем, как войти в медпункт. Может, можешь представить, что с тобой будет, если ты заговоришь с ней? Хм. И вообще, почему ты волнуешься? А с хуяли, Семён волнуется, уже узнаем в следующий раз. А на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!